Сейчас думаю, что-нибудь мы с вами приготовим шоколадненькое. Покажу вам хотя бы сам процесс. Хотя там процесс простейший. Просто берешь что-либо, окунаешь шоколад и это готово. Это как вчера я смотрела видео про... Называется, как выживать, пока мамы нету дома, что-то такое. Это канал... Не канал, а страничка в Фейсбуке есть. Такой популярной, забавной семье. Они делают видео, выкладывают их. И то есть все так прикольно, весело, интересно. И в общем сидит папа с дочкой. И говорит, мамы нету, ну не беда. Вот сейчас я покажу, как... Простите, я глянусь, не привычно люди ходят. И говорит, мамы нету, не беда. Сейчас я покажу, как готовит отец дома. Я не дам своим детям, грубо говоря, с голоду поберечь. И вот, какие ингредиенты нам нужны, покажи, доча. И доча такая... Вот, нам нужны салфетки, первая. Потом достает такая кошелек папин и третий телефон. И потом они звонят в пиццу, заказывают пиццу и едят пиццу. Говорит, а что мы делаем с завтраками и с обедом на следующий день? Что нам нужно? Нам нужен зип-лак. Это эти полиэтиленовые пакетики. И говорит, мы просто кладем остатки пиццы и разогреваем на следующий день. В общем, вот так, прикольно и интересно. Ладно, сейчас я вам что-нибудь покажу, что-нибудь делаем. Пойдем. Здесь у нас белый шоколад. Он сейчас не очень белый, потому что, ну, по-честному говоря, когда мы его забываем выключать, когда, как сказать, мы кидаем туда кусочки шоколада, они должны растопиться. Мы ставим его на температуру повыше. И вот, иногда кто-нибудь, я или мой босс, или кто-то еще забывает вовремя выключить, и он, ну, короче, сгорает. И если это, капец, плохо, мы его выкидываем. Если плохо, ну, ну, как сказать, если не сильно плохо, мы туда добавляем нового гораздо больше шоколада, может, половину выкидываем и вместе топим, и все, в принципе, нормально. И цвет становится снова правильный, и вкус. Вкус, вообще, честно говоря, у подгоревого белого шоколада вполне приятный. Вот, а этот у нас вчера немножко подгорел, но мы добавили нового. Я не знаю, как по камере видно или нет. В общем, он должен быть, на самом деле, еще белее. Вот, но мы его, естественно, что-нибудь используем тоже. Он немножко желтоват. Вот так вот. Сейчас что-нибудь еще вам покажу. Так, я в яблочке показываю. Так, что же мы сделаем? Давайте посмотрим по листику, что нам нужно сделать. Листик, листик. А сегодня немного. Монстр прецелс это для Майкла. Милк, дик фрэм, вайд прецел рот. Тогда мы сделаем вайд прецел рот. Все, пойду принесу. Окей, сейчас мы приготовим клубничку в шоколаде. Самому все сделать. У нас, конечно, есть машина, которая плавит шоколад, и в ней, собственно, сам шоколад. Просто макаем, мастужаем, и клубничка готова. Тем не менее, берете клубничку, берете сапочистки, вставляете две жидочки. И просто окунаете. Так, не должно торчать, на самом деле. У нас в этот раз маленькая клубничка. Не было, наверное. Взрыв все крупные. В общем, и просто окунаете. Давайте показать. Вот так вот подпряхиваете. И кладем сашу. Вот так. И так же со всеми. И, собственно, потом... Сейчас я это делаю. Ну-ка, фокусируйся. Вот. И так же со всеми. Я сделаю штуки 4 на 10. Сейчас очень slow, мало кто. Что вообще... О, дождик начался. Как классно. Мужчина на инвалидной колясочке проехал. Под дождиком. Вот. И то есть, даже навряд ли, может, эти клубнички 4 выпьет. Потому что сказать slow... Это slow. Что я что-то... Видите, есть время снимать видео. А иногда очень busy. Иногда пред-busy. Ну, как сказать. Народу много. Приходят 12-10 оказывают. Черные люди очень любят, кстати, пуднику в шоколаде. Они у нас самые такие... 80% посетителей, именно клиентов, которые покупают пуднику в шоколаде, это черные люди. Это... Ой, факт. Ой, а еще факт, что черные люди чаще любят белый шоколад. Это, может быть, мои коллеги, я не знаю почему. Но забавно, да? Интересно так. И всегда они все там, фрецел, что-то еще берут. Давайте... Там у нас есть 3 вида шоколада. Белый, молочный, черный, да? Они всегда берут белый. Но не всегда, чаще всего. Вот. А я люблю очень черных людей. Очень много классных. Некоторые у нас здесь, особенно из русских, таких... Я мало общаюсь с русскими, честно говоря, здесь как-то. Хотя... Да я вообще со всеми могу общаться. Но... И, в общем, Некоторых, кого я знаю, чисто знакомых, они прям... Мне клиенты, кажется, за счет того, что я сейчас общаюсь. А вот что, буду отвечать. И, в общем, вот. И они очень негативно к ним настроили. Меня это так расстраивает, как сказать. Мне кажется, зачем так судить. Да они вообще... Ну, короче, неприятными словами я взываю сюда даже. Потому что у меня есть знакомые официанты, да. И они всегда жалуются, какие они плохие клиенты и все такое. Но, не знаю. Я всегда стараюсь... Ну, не всегда, но стараюсь искать положительное. Тем более черные, они на самом деле очень позитивные, оптимистичные, не знаю, прикольные. Мне кажется, с ними легко найти еще и языки вообще. Но не со всеми. Белые есть противные, черные есть противные какие-то здесь, собственно, да. Вот как-то так вот. А то, в деле, многим такая, я знаю, подсказка-совет. Очень легко сделать что-то дома, так скажем, окунутое, что-то типа чаклы. Короче, в шоколаде, что ли. К примеру, вы можете купить просто такие, знаете, чипс, чаклы-чипс. И просто их в микроволновке растопить. Но нужно топить аккуратно. Сначала, к примеру, вы можете поставить на секунд 20. И потом вытаскиваете, перемешиваете. И каждый раз нужно перемешивать. А потом идете 10 секунд, 5 секунд. И, в общем, вообще недолго. Потому что иначе оно взгорит и еще. Нужна нам очень правильная консистенция, чтобы была пригодна для окунания. Да, русский язык мой. Вот. Поэтому, не знаю, вот те же самые клиенты, которые нам столько тратят денег на клубнику в шоколаде за 3 доллара почти одну. Могли бы уже давно купить, не знаю, за сколько долларов, пачку шоколада. Хершес, кстати, не люблю Хершес. Есть гораздо лучше шоколад. И делать это дома. И купить клубнику. Ну вот, они предпочитают делать все подороже, в стиле фэнси, в этих шоколадных магазинах купить. А я всегда, я не могу, к примеру, так же и в одежде, или в чем-то другом. Не, ну в одежде я иногда трачусь, да, на другое. Или в чем-то еще. Я, к примеру, если узнаю, что это можно самому, и что я способна, и что где-то можно вот это купить и сделать самому, я всегда лучше сэкономлю и постараюсь сама сделать. Ну, серьезно, мне и самой нравится, как сказать, самой от себя для себя что-то сделать, или для кого-либо еще, чем покупать уже готовое. Ну, это касаемо продуктов и чего-либо еще, не знаю. К примеру, где так было. Но также, к примеру, в магазине моем я могу купить что угодно с 50%. То есть со скидкой 50%. Но у нас есть тот бар, который мой кофер очень любит, я вам показывала. Но я подумаю, я лучше куплю эти ингредиенты, но я сама все сделаю. И будет гораздо еще дешевле, чем 50% вов. Вот. И мне так кажется круче. Потом еще браунки эти постоянно тоже печем. Тоже мы можем купить. Стоит она 3,95-4 доллара почти. Одна. Окей, 50% вов это 2 доллара одна для меня, да. Но за 9 долларов я куплю большой брауни-микс. Печеньки сделаю. И, в общем, то же самое все сама. И за буквально 20 долларов 40 штук или сколько, 36 штук. И потом просто в морозилку можно положить, и они у тебя хранятся до любого момента, когда они тебе нужны. Вот. Поэтому люблю все сама и люблю экономить кое-где. А где-то люблю не экономить, тратить. Все. Вот так они готовы. Сейчас на светле. Света нет. Как паста можно. Хорошо от бумажки отстают. Холодненькие, хорошенькие. Все. Готовы к продаже и к употреблению. Хочу записать и поделиться тем, что видео мои меня немножко раздражают. И я сама себе напоминаю какую-то морфушенку, просечку. Короче, не знаю. Не нравлюсь сама себе. Но я так подумала, что это меня должно останавливать, что ли, от съемок видео. Если решила, если... В общем, если решила, нужно это сделать. Вот. Поэтому через себя буду бороться с этими. Либо привыкать к себе, к морфушечке, душечке. Либо переставать ими быть. Вот смотрим. В общем, как-то так. Поэтому мне все это с трудом дается. Не знаю, как будет дальше. Думаю, дальше лучше смотрим.